Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И вот в этот же день, вечером, кто-то здесь был, Володя, скажи, как было, кого-то увидел телефон. Я увидел, что он стоял за столбышком, а Катя стояла на воротах. Я приехал к брату Игорю и говорю, мне надо, кстати, поговорить. Он ее нашел, я поехал. Она мне сразу, Катя, ответила, что я не давала. Все вопрос окончен. Я две минуты ей просил. Она говорила, некогда, может, готовится. Я говорю, все, да благословит тебя Господь и поехал. На этом закончилось. Ну, в этот же вечер стали смотреть съемки этого дня. А этот стоит, увидал Настю и говорит, это вот она дала-то. А он такого, их не знает, дед. Я тогда сказал, подождите, Катя сказала, для меня ее слово, это уже основа, на что я опираюсь. Может быть так, ее телефон, но она дала Насте. А теперь возвратился телефон, через этот он увидел, что она дает. Не могла же она мне просто обмануть. Она не дала, конечно, тут, кажется, ход казуистический. Она знала, что это беда. И беда не... Вот он, видите, на беревочке. Это у нас последний мир. Склонные к побегу, сошаются на беревочке. И он все время ходит. Все время с ней. Не улыбайся. Не надо улыбаться. Баба плачет, а ты улыбаешься. Да, у него это трин-трова. У него уровень, примерно, в уровне двухлетнего ребенка. Это, кажется, дикое животное растет сегодня. Огромный педемот вырос. Примерно. Уже есть справление, не справление, а заметность зрения у него. Он вообще слово дисциплина вообще не знает. Если в церкви он оборачивается, я пытаюсь его повернуть. Я еще руку не отдернул, но опять разворачивается назад. Туда не надо. Он в церкви бабе хочу. Бабе хочу. Он уже бабе, то подпирает ее по росту. Значит, неприятность. Но он не склонный к побегу, поэтому его насажают на беревочку только тогда, когда деревенские. И вчера деревенские появились, и он там дурак на беревочку. И что он, Володя, сказал? Он говорит, пускай бы ушли они отсюда. Что не тут? То есть он сам уже гонит деревенских. Ему же, ну ему неприятно, потому что это бегает быстро. Ему надо, а он вот такой. Вот он династику делает вот так. Вот он какой попал. Его надо расшевелить. И он уже начинает вчера в городке играл. Он везде столбом стоит. Ему ничего не надо, ничего. Только налопался и все. Мало того, сейчас он садится на диету, называем, галатийской диетой. Это важное дело. Утром, вечером обед, они на отдельной скамейке сядут добровольно, сам пошел. Это уже сдвиг большой. Я уж не говорю, днем спать это нет. Два сухаря, а сухари разного размера. Вот смотри, какой сухарь больше-то. И пол кружки компота, потом пол кружки чая. В обед та же самая порция и вечером-то. Я говорю, ты поешь другое. Не вижу, его носа скоро не будет. Пусть его живот замерили, на 3,5 сантиметра на животе. Три раза больше норма. 12 миллиметров перегнутая в эту подкожу больше она не может быть. Это уже предельная норма. Если бы тоже замерли, то ахнешь. Дом на 20 сантиметров. Днем не ложится, это смерть. Это один вопрос. Девочки, наведите нам, пожалуйста, этот вопрос. Кто давал и с какой целью? Ну, Настя же уже призналась, она сказала. Настя. Ну, он там в кино увидел когда-то, не в кино, а в это съемок. Он говорит, вот она, она. Мы тогда вернули назад. Она, она. А зачем же ты дала ему? Ты же знаешь, что... Я не знала, что это... Ну, ты даже не знаешь. Вот ты знаешь, что телефон это средство сообщения с родителями. Ты умная девочка. Ты легко могла сообразить. Хотя бы пару слов. Мало еще он просит. Ты-то для того... Это же инструмент такой. Никогда телефон не был изобретен. Он, ну, если бы не изобрел, говорит, Купер, и все бы... Нет, видите, просто спросила СМС отправить. Я отправила. А потом позвонила. Его, видно, мама на этот номер. Я ему дала. У мамы телефон отнесет даже. Нет, она говорит, что он попросил отправить СМС. Она отправила. Он обманул. И тут мама его звонит на этот номер. И она отдала ему этот номер, чтобы он поговорил. Видите, как это все от лукавого. Ни СМС, ничего не надо. Как они могут звонить, через сколько дней мой телефон. Все звонят. Вот дробот звонит. Ага, мать, два часа дня. Позвонили, так просят, подходи по порядку. Все поговорят с мамой. Я прилагаю. Они связь-то имеют. Вот эти Тобольские, эти, они звонят. Но определенное время у нас договоренность. И ничего в этом нет. Вот он стоит. Это был обман с нашей стороны. Приняты какие-то меры. Дальше. У нас стали замечать, я не скажу, что враждебные действия, но и недружественные. Бегали ребятишки по крыше. Там, где играете, называется. Сознался быстро, сразу же сознался Исааки. И он коров пошел там выгонять. Я, Исааки, ну-ка иди сюда. Ты лазил туда? Лазил. Он так это отвечает. Он не осознает, что это. Во-первых, у нас сейчас-то шика только опирается. Вверх и вниз. Под ним ничего нет. И он размокает. Он такой, да ну лыж. Вниз туда. А кто там был? Ну, кто был он? Он и не понимает даже это. Он сразу все это сказал. Дальше. Второй свидетель. Мы знали. С трудом, но все-таки вытащили Никиту. Он быковатый такой. Видишь, какой-то. Этот ни под каким видом не идет. Лазил. Самый больший всех запирается вот этот товарищ. Он до конца запирается. А это уже тревога. Вот отсюда твой мрачный вид. Я папу спросил, почему у него все такой мрачный вид. А он знает, как этот кот нашкодивший. Что его тут добро не ждет. И он таится. Вчера мы сидим с Надеждой Васильевной там на скамейке. Лежу, она заворачивает что-то голову. Я говорю, что там увидал. А рядом крапива-то. А он шел. Ее видит и стоит. А меня видит, он видит, что я здесь, уже не выходит. Я докладался, Анфим. А ну-ка, иди сюда. Он вышел. А что ты стоишь, не подходишь-то? Вот такой вид его. Да и вот пришел. Он еще говорит, что? К Надежде Васильевне в стадик поиграть. Анфимушка. Я говорю, ты сходи к Исаакию. Кого-нибудь девочек позови. Это же дерево. Можешь упасть, и никто не будет знать. Кого-то призови с собой. Так было? Так, ну, пошел все на этом. Он же мне не чужой, а тем более Анфим. Ты понимаешь, как это для меня все. Но это я не могу приветствовать. Теперь, вчера я пошел по всей деревне еще раз. Начинал с крайнего дома. И давайте, как следователь, который расследует дело, он не участвует в преступлении. Вот убили старого этого, никто не видел. Пять лет прошло. Одного нашли в Испании, другого в Греции. Приволокли всех сюда. Экстрадировали. Так и здесь осталось. Кто это может сделать? Ну, давайте. Ну, деревню точно. Серафим это не может сделать. Кто у нас там закрутил этот крючок? Спираль. Кто вот здесь лежит большой, ну, на тех линиях стеклянные такие изоляторы. Четвертый столб от лагеря. Он лежал на прошлом деле вдребезги разнесли. Там ходить нельзя. Стекла вокруг, а там лежат два крюка этих-то. И видно, что молотил, как он глаза не выбил себе. Я по порядку прошел к Лене. Лена. Ну, она маленько еще приболела. Я ему говорю, Лена, ты же учишь детей. Примерно ты можешь на кого-то предположить? Я тебе сейчас по порядку буду говорить. Мог Исааки это сделать? Да вроде и нет. Она неопределенно так, но она уже сузила поезд. Я дальше иду. Все сужается и идет на дом Янчуков и на ваш. Теперь я следующую семью пошел. И по порядку так пошел. И наконец не выдержали и стали говорить свидетели. Крючок закрутил анфил. А ведь я десятки раз, наверное, уже и в церкви. До этого пришел к батюшке. Батюшка, это ты исповедуешь кого? Это преступники растут. Они лгут. Вот вам. А лжи? Тричь Соломона почитайте. Лжец не спасется. Ты же видел, что ты виноват и не сказал. Я накажу другого, потому что я-то человек могу неправильно понять. А ты скрылся за задницу, ухватился. Вот отсюда твоя мрачность. Я тебя сфотографировал на фоне со всеми вместе детьми. Мы тебя нигде не зазираем. Просто позвучера за нашим столом был. Мы его любим все. Но это не проходит. Там второй раз. Теперь с изоляторами ничего не можем. А вот толстый. Осколки везде летят. Мы ходили босиком. Босиком просто опасно ходить. Они как кинжалы. Повторяю. Глаз мог вполне у ребенка потерян быть. Они с осколки летели. Он же тяжелый. Это Арфим поколоть? Сиратый колузал. Арфим. Уже все сошлось. Я не буду свидетелей говорить, свидетели нет. Тебе уже никто не верит. Мы все думали на венгу. Одинаковые лица. Мрачность такая. Это все отсюда. Если ты не делал этого, прошу, прости нас. Но свидетели уже наши, притом не враги ваши, которые видели. И молчали. Говорят, что же молчали? Я уже при общем собрании и везде говорю. Среди нас живет человек, творящий не то, что верующие делают. Этого нельзя делать. Он растет, этот человек. И зло растет вместе с ним, а си нет раскаяния. Он даже на сады-то там на наши залез. Уже три свидетеля. Я уже зажал. Ну, деваться некуда. Трое. Тогда только сознался. Он запирается. Это лживость. С запиранием. Влечет в себе жгучие последствия. Я начну со старшего. С тебя. Ты считал, у Примонова-Саратова, Серахова написано. Если у тебя родилась дочь, потеряй сон твой. У тебя пять дочерей, а ты где уложишься? Прекратить это. Ты не обижайся только, брат. А тебе отвечать за этих красавиц. Чем они красивее выглядят, чем они лучше такие, тем больше опасность пожидают их. И это твое здесь домашнее. Потеряй сон. Вот сейчас они у меня сидят, сами пошли на эту диету. Ты посмотри, с ними измени. Ну, два сухаря у меня растолстеют. А бегать-то приходится везде. Веревочка-то-то не случайно. Это по делу. Это по любви. Она бабка. Меня никто не обвинит. Там какой-то тоталитарный, строй или чего-то. Это необходимо. Вчера пошли они за Богородской травкой. Я тут не стал. С сестренкой не хотел за руку идти. За воспротивился. Ну, вот я в прошлый раз ты сказал, Анфим, собирайся. Вот какая форма у него? Не пойду. Как это не пойду? Отец сказал, не пойду. Развернулся, я сказал, спори от меня, отец, чтобы в семье был мир. Ну, ему дальше это не пошло. Ну, у нас не так. Видите, вчера я его заставил бежать. Сегодня я пришел. Перед строем. Было такое. А это родная сестра твоя. У нас не положено с девочкой за руки браться. А это сестра просили. Почему не пошел? Чего он ответил? Ну, что-то непонятно. Да ничего не ответил даже. Теперь мы обещались. Вокруг лагеря три раза и бегом. Три раза. Он один нас отбежал. Его нигде нету. Посылаем. Он побежал. Степа. А он сел. Его мысли какие-то задавили. Он там сел этими смыслями. Дальше его подняли. Он как пошел вокруг лагеря. Все это намек. На будущее. Ну, уже предупреждаем как-то. Должно быть адекватное наказание. Сохрани бог рукой трогать. Или как? Ну, у нас в лагере наказание. Мне же прокуратура и ПСБ все трясли. Говорят, увы, ничего этого у вас нет. Это чисто фиктивно показывать. Так, экзотика одна. Ну, уберите это. Я говорю, нельзя. Наказание нет, воспитание нет. Я лагерь просто закрою. Позавчера пришлось наказать и кого-то, этого самому местора. Он просто стал выходить из подчинения. Он маленький. Я аж и два раза попала. Шапку от пол. Не пойду. И шапку не подберет. Представь, какой жест делает. Мама поднимает. Не пойду. Только все готово. Он умный, умный. Кашить начинает. Все, кашель все исчезло. Ты тоже молись об этом. Я тебя не заставляю, не прошу, но это твои дети. Ты с ними, с этим виноградником, зайдешь на небо или пойдешь и приведи Господь туда. Так, девочки, вам понятно, что без этого не так? Это нельзя этого делать. У него больше ничего. У него на уме ничего нету сейчас. Ему только выдраться скорее отсюда. А она молится, чтобы продлить лагерь, закрываться третьего. Я еще на месте составлю, чтобы Степа вышел другой отсюда. Они уже не рады. Почему отдали? Потому что они уже не знают, что с ним делать. Это последняя уже инстанция у него. Ну, я пока оставил на таком положении он. Смотри. А? Выбегся стоит. Походится. Да это тоже хорошо. У него этого не было. До меня это тоже уже достижение. Необидчивый. Необидчивый. Необидчивый у него есть это. И у него он сознается. Понимаете? Есть так. У меня больше забота об этом отроке. Он по нарушению превзошел веню уже. Тут вот где тревога. Притом я эти пересчитаю, где там сад, крыша. Он сверху донизу все захватил. Все позиции замкили. Вчера я когда узнал, свидетель видели, крутил проволоку. Как-то он открутил ее. Почему же ты не сознавался? Крючок и скрутил его спиралью. На проволочный крючочек там, где, чтобы не тропало. И прочее. Он потом выпрямил его. Кто и выпрямил так? Я выправил Ансим. Опять неправда? Ты неправду говоришь. Я выправлял. А Дима? А Дима, ну я могу больше доверить ему, когда вот он выправлял. Ну он сразу пришел ко мне. Подождите, ты пытался выправить его? Нет, Кей. Ну пытался. Пытался. Ну это уже... Я тебе не пытался. Ну как было? Ну, я встал так вопрос. Не с разъезда пришли люди, нет. У столба это, батюшка говорит, это человек не специально шел. Кто здесь бывает здесь? Батюшка ни слова не сказал. Ему, батюшка, только помолись, чтобы открыли. Только ушел я, и сразу свидетели пошли. И все. Я верю свидетелям. И не называю. Просто вы знаете, что Господь открывает тайное. И мы пришли искать не сатифакские удовлетворения, а чтобы этого не было. Поверьте, прежде чем к вам пойти, мы сейчас все вместе молились. Молились, чтобы Господь был с нами, чтобы враг не посеял смутно. Вы немало, не сомневайтесь в том, что я говорю вам, это истинно. Вот мы все еще пришли в лагерь, помолились, зашли к нам разулись, и снова встали на молитву, на патронах, и тогда пошли. Господи, пусть перекинутся. Не огорчите, что вы слышали. Потому что даже, ну, видишь, как вот, даже если поставим сейчас на фотографию, или все, и его, и ее, это большая разница. Какая она открытая, как у нее все здесь, этот, он чувствует за собой, он не может объяснить, но внутренний грех давит, и поэтому он каждый вопрос он воспринимает подвохом. А как бы за этим что-то не вышло, он как партизан, он замкнулся, и батюшка, ничего не могу из него выжить даже. Это грех. И надо, чтобы, ну, бывает в жизни, это ребенок-то сразу сознался. А потом, чтобы этого не было, если ущерб, возместить его, конечно, родителям, он не может так нор разбито ставить. Я, например, так это понимаю. Анфима, тебе не запрещено в лагерь приходить. Ну, только никогда не лги, нигде, не запирайся. Ну, и все, мы друзьями остаемся. Ну, никому мне не отказали, ни одного. Я, наоборот, поблагодарил, что вы к нам приходите, в воскресенье, ты слышал так, вы честь нам оказываете. Какие к нам люди, я говорю, хорошие приходят, играют и беседуют с нашими хлопцами. У нас-то народ разный. Сейчас вот поехали, это на Уссенецкий, кемер-каус, там не выскажешь, только благодарность. А почему из пленки нашли нас? Вот так. Мы собираемся ехать на Благовесие, мы берем только двоих. Тася подошла и Ерема. Потому что село очень большое, и мы не можем охватить там, с Барнаула машины могут здесь долгов приезжать, мне надо набрать команду, чтобы доволиться священник обладать отец Олег. Галя, поехали с нами? Галя, было бы здорово, если поехала. У тебя так получается здорово. Галя, поедем. Потому что у нас лишние машины даже будут. мы договоримся. свои планы сразу поменял. Он священник. Зачем же я буду спорить? Это никак. Это невозможно. И мы с этими священниками в патриархии мы нигде не спорим. Если у нас до конца это будет, это будет прорыв. Дальше нам легче будет идти, если священник этот увидит, что мы как раз зовем патриархию. Мы же не зовем к ягодистам-то никуда. Но вот еще впереди четыре дня и я все опасаюсь. Начальник клуба Петр Андреевич. Петр. Ну, его молитву помянуть. А он, а как священник скажет? Они все на священниках. Он их всех, как говорится, держит подряд. И они ни истину не ищут, ни Библии. Что скажет священник? Ну же, костер разжечь, разожгут, угольки подкатят. Ну же тебя на руках понеси. Вас славят. То есть, это неправильно, конечно. Ты сознаешь, что неправильно сделал? Скажи, я сознаю это и каюсь. Да благословит тебя Господь. У нас в Катрии, видишь, какой разговор быстро получился. Полминуты, может, и был. Я не вбораю. Да благословит тебя Господь. Мне наступит и тут хотелось. И всех призвал к молитве, чтобы Господь ее благословил. Так, мы уходим. Нам что-то хотите сказать? Вчера две женщины, клиентки у меня, попросили, попросятся в лагерь. И я им дал ваш телефон. Они могут позвонить. Хорошо. С Барнаула. Ну, это уже не больше 2 недели. Мы третьего. Да, я объяснил. Одна инвалидка, но она была... Так она что, сама что ли хотела? Или с ребенком? Они попросили телефон. Я им дал. Они будут звонить. Это только с ребенком, если хорошо. 33 года ребенок. Сколько? 33. Она слышала про потеряевку, услышала про вас. Вот сразу я говорю, в потеряевку, да? В потеряевку, в лагерь. Да? Мы знаем, она сайт выходит. Все это так. Она инвалидка, девочка. И была много раз в лагере, где была церковь, новая жизнь приезжали. И она с ними была. И она говорит, я не верю, что есть такое общество, где не курят, не пьют, не матерятся. Говорит, хочу на них посмотреть, это мать передает. Если бы она в своей машине приехала, на днем можно, а так мы не можем встречать. Без вашей помощи мы бы никого не отправили. Ну я понял. В общем, она позвонит. Ну я отвечу. Я отвечу, что скажу, нельзя. Ну вы сами с ней. Я отвечу, нельзя. Спасибо, Христос вас всех.